Сегодня я хотел бы проповедовать на тему, которая называется «Как жить с болью?». Я думаю, что многие из нас, мы мечтаем о идеальном мире, мечтаем о счастье. Нам иногда кажется, что если Бог есть, то все будет справедливо, все будет в порядке. А часто не так. И часто мы живем с этой болью и не знаем, кому ее отдать. Носимся с нею. Хочу в самом начале заявить и напомнить всем верующим и неверующим, что причина всех бед, всех болезней, зла и горя на земле – это грех, который пришел в мир. На библейском языке есть такое слово, которое называется «тление», «разрушение» на всех уровнях. И вот вопрос, как жить нам сегодня с болью? А вообще, у кого были какие-либо проблемы, боль месяц назад, произошла серьезная переоценка ценностей. Наши боли или наши проблемы стали незначительными по сравнению с теми вашими родными, которые, например, оказались среди войны. Родственники некоторых наших друзей из нашей церкви, которые находятся в Мариуполе. Представьте, вот родители несколько недель без электричества, без еды, без воды. И они благодарили Бога за то, что Бог дал снег. И потом они этот снег топили, этот снег ели и пили. И эта боль не заканчивается завтра. Ты просыпаешься с этой же болью. И с этой болью нужно как-то жить. Куда ее девать? Друзья, но есть боль и среди нас. Здесь. В какой стране вы бы не жили? Это боль одиночества. Это боль, когда ваш сын наркоман. Это боль, когда ваша дочь, возможно, занята какими-то бесами. Когда развалилась семья. Когда вы болеете неизлечимой болезнью. Когда у вас родился ребенок-инвалид. Когда вы похоронили любимого. И вы не можете справиться с болью. Вы живете и днем, и ночью с этой болью. Вы ходите. Вы вроде бы верующие. Но болит не меньше. И как же с этим справиться? Боль не обязательно всегда физическая. Иногда это душевное. Иногда морально, эмоционально очень тяжело. И неверующие люди, они заглушают эту боль алкоголем, антидепрессантами. А как же нам, верующим людям в Бога? Как нам справляться с болью? Как жить с болью? Я хочу привести сегодня пример одного верующего человека. Который прожил всю жизнь с болью. Как он справлялся? Как он был не только спокоен, а он еще других вдохновлял? Прочитаем вместе с вами 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. Апостол Павел, написано о нем. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил эту боль от меня. Но Господь сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я буду гораздо охотней хвалиться своими немощами, слабостями, чтобы обитала, жила, проявлялась и действовала во мне сила Христова». Итак, друзья, это известный отрывок из Писания, где иногда богословы много спорят, что значит «жало в плоть». Некоторые это интерпретируют, что это болезнь, другие, что это зло, третьи, что это люди плохие на пути, которые встречались. Кто-то говорит, что у апостола Павла были проблемы с глазами. Это мы читаем в Писании, в Евангелии, что это действительно была его боль и проблема со здоровьем. Но моя цель, друзья, сейчас не спорить, какой у него был диагноз и что у него была за боль. Вывод мой очень простой. У него боль была 100%. Дискомфорт 100%. Он жил с этой скорбью, и он даже с ней пробовал справляться и обратился к Богу. Просил Бога, чтобы Бог его исцелил, избавил от этой боли три раза. И дальше ответ с неба. Нет. Моей благодати для тебя достаточно. По-другому. Бог как бы, по-человечески, кажется, не ответил на его молитву. Кажется, Бог не изменил его обстоятельства. Физически он не получил исцеления. Он продолжил жить дальше с болью до конца своей жизни. Но интересно, что Бог ему сказал, у тебя есть одно преимущество, которое тебе поможет. Это благодать. Божья благодать. И этого для тебя достаточно. Это поможет тебе справиться и жить с этой болью. Можно было ему жить с саможалостью и жаловаться, какой он несчастный. А можно было просто служить другим. Он не просто жил с болью, но он стал большим благословением для многих людей, которые сегодня живут с болью. Божий ответ благодати моей достаточно, возможно, и в твоей ситуации. Но вопрос вырывается, а почему я должен жить с болью? А я не хочу. А Бог, где ты? Как ты? Почему? А я не согласен. Господи, я не понимаю. Тогда вам нужно прослушать проповедь, которую я говорил пару недель назад. Я не понимаю, но я доверяю. И там одна очень важная мысль. Бог не перестает быть Богом. Даже если человек его не понимает, он все равно остается Богом. Сила Божья, написана в этом тексте, проявляется в слабости. В слабости человека. Когда человек очень слабый, очень уставший, разбитый, и при этом он доверяет Богу, именно в таком состоянии проявляется сила Христова. Это делает его духовно сильным. Когда человек полностью зависим от Бога, полностью ему доверяет, не на словах, но всем сердцем, через него действует Божья благодать. Друзья, нельзя утверждать, что все проблемы у нас, они от Бога. Бог не является источником зла. Иногда это дьявольские атаки, иногда это наши ошибки, а иногда что-то есть допущено Богом в нашей жизни. Как и в этом примере апостола Павла, источником зла был не Бог, если внимательно читать этот текст. Но Бог что-то допускает в жизнь, которую мы сегодня проходим на земле. Бог, хочу еще также добавить, нельзя сказать, что если у тебя проблема, то значит ты до конца жизни все, ничего никогда не изменится. Мы как верующие люди знаем, и верим, и знаем, что Бог помогает, ситуации меняет, кого-то исцеляет, где-то обстоятельства улучшает, а где-то нет. И вот здесь, друзья, нам верующим нужно смотреть на жизнь с перспективы вечности. Не просто слышать вот эту фразу, а научиться это действительно жить и практиковать так. И если кое-что допущено Богом, как мы прочитали в примере апостола Павла, и Бог дает что-то, что поможет нам пройти и жить с этой болью, и это называется благодать, тогда как же нам важно понять, что такое благодать. До того, как мы пойдем в глубокое определение, вообще благодать, когда человек слышит это слово, есть ассоциация с чем-то хорошим, таким добрым, приятным. В Новом Завете мы встречаем разное значение смысла слова благодать. Это очень глубокая, обширная тема, конечно, мы все сегодня не сможем изучать, но главное или короткое определение, что такое благодать, это, с греческого, это дар добра. Дар добра от Бога людям. Это незаслуженная милость, это дар Божий для человека, подаваемый исключительно по милости Божьей, без всяких заслуг со стороны человека. Знаете ли вы, какая разница между милостью и благодатью? Милость и благодать имеют очень схожее значение, но благодать и милость не являются одними и тем же. Милость заключается в том, что Бог не наказывает человека согласно нашим грехам. Это милость. А благодать это то, что Бог благословляет нас, несмотря на то, что мы заслуживаем наказание. Не просто не наказывает, а еще и сверху благословляет. Вот это благодать. Милость, милостью является избавлением человека от суда, а благодать распространяет доброту на недостойных. Благодать – это незаслуженное Божье благоволение к человеку, которое открылось или проявилось через Иисуса Христа. Благодать, если просто разбить это слово, благо – черточка – дать. Давать благо, давать добро, давать что-то хорошее. Благодать – это не просто Божья милость, дар добра. Благодать – это также и сверхъестественная сила Божья, которая действует сегодня среди верующих людей. Потому что именно эта сверхъестественная божественная сила, она меняет нас, меняет наш характер. Когда мы приходим к Богу, благодать нас меняет. Благодать выполняет три функции. Первое – она спасает людей. Мы прочитаем с вами, что именно благодать спасает людей грешных. И этой благодатью, можно сказать, благодать равно Иисус Христос. Потому что невозможно спасение без Иисуса Христа. Второе, что делает благодать – она освещает людей. То есть она дает нам способность духовно расти или по-другому преображаться, меняться в нашем характере в лучшую сторону. Сам человек может обещать, может себя тренировать, может какие-то тренинги проходить только до определенного уровня. Но изменить мышление, изменить мозги, изменить приоритеты, взгляды на жизнь может только Божья благодать. Действие Святого Духа в нашей жизни. И третье, благодать, она имеет способность или функцию утешать людей. Утешать людей в скорби, утешать людей, которые живут с болью. И вот то, что я прочитал, апостол Павел жил с болью, просил избавления. Бог ему сказал, благодати для тебя достаточно. Ты сможешь это пройти. Благодать, друзья, еще можно сказать, это наделение нашего Духа силой от Бога. Благодать – это некое сверхъестественное духовное влияние, которое помогает людям проходить и скорби, и трудности. Ефесянам 2 глава, 8 стих написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Подчеркивается здесь еще одно определение, что такое благодать. Это то, что люди не заслужили, то, что люди не заработали, это то, что дает Бог, как его дар. И каждый спасенный должен помнить, что мы спасены благодаря действию благодати. Не просто мы не наказаны, не просто мы не осуждены, а мы еще Богом имеем право на благословение и на награды, на обетование. Вот это благодать, которую Бог дает сегодня верующим людям. Благодатью мы спасены. Если задуматься сегодня верующим, которые давно уже верующие и спасенные, это что-то, что тебя спасло. И вопрос, а как это и кто это? Благодать равно Иисус Христос. Только через Иисуса Христа возможно спасение. И благодать нельзя разделить с личностью Иисуса Христа. Смотрите, благодать, спасение и вера очень связаны. Здесь важная, важная цепь. Благодать, спасение и вера. Если благодать помогает жить с болью, справляться с жалом в плоти, с горем, с испытаниями, то логичный, практичный вопрос, где ее взять и как она работает на практике. Интересно, друзья, что апостол Павел нашел, Бог ему дал вот эти методы непривычные, необычные. И 2 Тимофея, 2 глава, 1 стих, апостол Павел пишет. Итак, это итог, это вывод, это важное такое обращение. «Укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом Иисусом». Новый перевод. Итак, «Черпай, Сын Мой, в Божьей доброте, черпай силы, она дается нам в единении со Христом». Еще один перевод. «Сын Мой, будь силен в благодати, которую имеем в Иисусе Христе». Итак, совет людям, которым тяжело, трудно и больно. Совет от того, который сам жил и пережил боль. Люди, укрепляйтесь благодатью. Хочу напомнить вам контекст. Апостол Павел в это время сидел в тюрьме без всякой поддержки, в полном одиночестве, ожидал смерти. И если вы не знали, это последнее послание апостола Павла, которое он написал, это сразу меняет наши отношения. Если вы понимаете, что вы получали много текст-месседжей от вашего любимого, а потом вы получили последний текст-месседж в жизни, то вот это было последнее письмо, послание апостола Павла, которое он написал вообще. Это как завещание. Это вот последние слова. И если Тимофей, молодой, которому было написано, он понимает, что это пишет его духовный наставник, это пишет тот человек, с которым, возможно, он не увидится, как он, вы представляете себе, обращает внимание на эти важные последние слова, осознание, что это последнее наставление. Оказывается, апостол Павел нашел методы и говорит сегодня всем верующим, что, оказывается, можно укрепляться в благодати. Несмотря на боль, на одиночество, на смерть, он может получать силы. Нашел метод. Тимофей в это время, который находится в Ефесе, церковь христианская проходит жесточайшее гонение. Христиан в то время убивали. Во время Нерона жестоко расправлялись с верующими людьми. И Тимофей, возможно, живет со страхом и живет с неизвестностью. Это боль, которая иногда может быть выше физической боли. И именно вот в этот момент, во время этой боли, от того, кто пережил боль, апостол Павел пишет последнее письмо, последнее наставление, последнее обращение. И первое, что он говорит, укрепляйся в благодати. Интересно, что там даже нету особых вступлений. Там нету «Приветствую тебя, святой апостол Павел, как там дела?» Вот смотрите, слово «и так». Вот это последнее, что хотелось кричать, передать, сказать самое важное. Первый стих, самое первое. «Укрепляйся в благодати, бери там силу, тебе это поможет, будет больно, будет трудно, тебе это поможет. А что это? Благодать, а как это?» Вот об этом мы с вами и рассуждаем сегодня. Но это благодать тебе поможет, укрепляйся в ней. Да, друзья, речь идет об укреплении духовном. Об укреплении духовном. Это очень важно здесь увидеть. Об укреплении акцент идет на фокус, на духовное состояние человека, на духовный наш иммунитет. Укрепляйся или по-другому будь сильный в благодати. Откуда она? В Иисусе Христе. Важно понимать, что Тимофей сам не может, кто-то из нас не может сам себе помочь, сам себе дать эту благодать. Мы не можем сами себя поднять за свои шнурки и сказать там, держись там, будь сильный в воле, сила воли тебе поможет. До какой-то степени да. Но рано или поздно человеческие силы заканчиваются. И вот здесь нам важно понимать, что мы, как люди верующие, мы являемся просто получатели, проводники этой благодати. Там стоит императивный глагол или пассивный. То есть кто-то должен дать тебе эту силу, внутри, духовную. Сам себя ты не мог спасти, сам себя ты не можешь изменить. Даже свой характер, свои привычки иногда мы не можем изменить. Это делает и сделал Иисус Христос. Когда мы пришли к Богу, мы понимаем, что изменилось полностью наше мышление. Мы шли в одном направлении, повернулись на 180 градусов, в наши цели, приоритеты. Вот вспомните, ваш день покаяния, уверовали вы в Бога, изменились ценности, приоритеты. Мы не стали совершенными еще в тот момент, но все поменялось вокруг. Казалось бы, как? Кто может поменять твои мозги? Никто не может. Твое полностью мышление это действие благодати, которое спасает. Ты осознаешь, что грех это плохо. Ты осознаешь, что это беда и это зло делать больше не буду, не хочу. Ты начинаешь жить по-другому. Вот это благодать. И она же изменяет нас. И это же благодать, вот это действие духовной, этой силы, оно же и помогает нам вынести, выдержать, простить, терпеть. Это ты сможешь сделать только благодаря Иисусу Христу. Укрепляйся благодатью, это понимание всего Евангелия. Евангелие в переводе это благая весть, хорошая новость. Там есть какая-то новость, какой-то секрет, который до конца, возможно, мы не понимаем, которая не просто помогает, которая тебя держит в жизни. Вот в этом преимущество верующих людей, когда больно и трудно очень выгодно быть верующим. Потому что эта благодать, она нам помогает проходить разного рода испытания, пока мы здесь на земле. Спасительная благодать, которая нас спасла, она сопровождается духовным укреплением верующего человека. Это божественная сила, которая проявляется, это через служение Духа Святого внутри нас. Это способность делать все, что соответствует воле Божией. Неважно, через какие испытания придется пройти, сила Святого Духа внутри дает достаточно силы для глубоко верующего человека, чтобы это пройти. Это также действие нашей веры, потому что спасение мы получили по вере. Написано, благодатью вы спасены не по делам, а по вере. Оказывается, значит, что нас спасла? Благодать. А как она нас спасла? Благодаря тому, что мы поверили. Мы поверили в нее. Поэтому благодать и вера, они очень связаны. Поэтому вот именно это действие веры, оно и помогает нам в жизни. Вы знаете, когда человек серьезно заболел, он не уверен иногда, как лечиться, но он приложит все старания, чтобы изучить, найти, перепробовать, будет искать любые методы, чтобы помочь самому себе. Иногда, когда человек берет лекарство, ему кто-то со стороны дал, вот, на, тебе это поможет, а ты уже замучился, ты уже истерзался, ты уже сломался, ты уже просто устал от боли, страдания, все лекарства перепробовал, вдруг тебя на углу кто-то встречает и говорит, на, тебе это поможет. А что это? Керманасин, сам придумал название. Ты не знаешь, какое оно, без разницы, что оно значит, но тебе сказали, оно поможет. И ты раз такой, ну поможет, да, на, пей, сколько, три раза в день, ты пьешь. А ты же не понимаешь, что это, как оно работает, что там внутри переворачивается, как оно действует. Ты вообще не знаешь, ты просто пьешь. Почему? Потому что ты поверил. Ты поверил, что тебе это поможет. И все. Вот так же, друзья, действие благодати, когда Бог говорит, Писание призывает, укрепляйся благодатью. У нас вопросы, что это за математика, как с ней бороться, с чем ее едят. А Писание призывает, вот этот метод тебе поможет в жизни. Укрепляйся этой благодатью. Точно так же и духовно мы можем это применять в нашей жизни. Посмотрите, если посмотреть на всю картину этого текста, второе послание Тимофея, вторая глава, я прочитал только вот первый стих, а теперь я прочитаю стихов, ну, до 23 стиха, выборочно. Вы посмотрите на весь контекст, к чему призывает Писание. Итак, с первого стиха, «Укрепляйся, Сын мой, в благодати, Христом Иисусом. Что слышал от меня, то передай верным людям. Итак, переноси страдания. Итак, помни Господа. Итак, держись правды, держись веры, держись мира со всеми. Невежественных состязаний, глупых, уклоняйся, которые рождают ссоры». Вы смотрите на этот список и здесь нету водички, нету таких, знаете, таких легких слов для связи. Здесь идут четкие повеления, быстрые наставления, последние указания. Если мы посмотрим, «Укрепляйся, раз, передай, два, переноси страдания, три, помни Бога, четыре, держись правды мира, пять, убегай от ссор, шесть». И самое главное, что это все невозможно без первого. Можно там стараться, надуваться, я вот и вот, но, 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 ты не сможешь, расслабься, не сможешь без ключевого, первого. Укрепляйся в благодати. Вы представляете, как важно понять смысл этого? Иначе мы растеряемся, иначе у нас будут часто провалы, мы не будем, у нас не будет получаться, и что-то не получается, и мы разочаровываемся, и в себе, и в Боге, и в других, потому что мы часто на себя делаем ставку, нет, в благодати. Благодать – это не просто незаслуженная милость, помните, это еще благословение, это способность, которую Бог дает человеку, это укрепление твоего духа, не просто проходить какие-то трудности, не просто проходить и жить с болью, но даже еще при этом нести добро другим окружающим. Вот все, что здесь перечислено в этом списке. Но это невозможно без первого, без благодати, которая укрепляет нашего внутреннего человека. А если в этом идет призыв, то, друзья, значит, есть опасность потерять силу. Не зря же написано «Укрепляйся в благодати», значит, рано или поздно сила заканчивается. Или есть еще другая опасность искать эту силу в ложных источниках. Вот почему снова написано «Укрепляйся в благодати». Интересно, что там дальше написано, вот идет повеление, да, первое, «Укрепляйся», второе, «Передай другим, чтобы все укреплялись, расскажи этот метод всем». И третье, «Переноси страдания». На земле они будут, будут возможно и трудности, «Переноси», но для того, чтобы пройти, тебе нужна благодать, научиться нею пользоваться. «Укрепляйся в благодати», «Благодать нужна, чтобы переносить и страдания, и боль». Но можно сказать, «Ну как это мне станет легче?» «Если мне тяжело, мне страшно и больно». Вспомни, как ты пришел к Богу, как эта благодать изменила твое мышление, как ты понял многие вещи. Ты же не видел это, это было скрыто от твоих глаз, но что-то, трансформация внутри, это вот действие божественной силы на твой внутренний человек, на твой дух. Это сделало благодать Божья. Вот так она и сработает и в твоей ситуации, и в твоих трудностях, и в твоей боли. Друзья, контекст всего этого послания. Апостол Павел очень наставляет Тимофея, чтобы он жил по вере и понимал значение веры, чтобы он не скатился к законничеству. Если рассказать чуть больше с теми, кто не знаком с Писанием, раньше весь акцент был фокус на исполнение Писаний, заповедей, на закон. Если не послушал, ты заслужил, не послушал, ты наказан. И апостол Павел в контексте, если прочитать вот это все послание, он пишет, что помни, что есть благодать. Это значит не просто только исполнение закона. У нас Божья доброта к нам намного выше, чем просто, если ты не послушал, не исполнил вот все там законы, заповеди, значит, ты будешь получать по полной программе. это тоже, друзья, снова связано с верой. И каждый раз, друзья, ты, брат и сестра, когда ты падаешь, когда ты Бога огорчаешь, когда ты согрешаешь, когда ты делаешь неправильно, и потом осознаешь, ты себя чувствуешь таким скверным, несчастным. Дьявол тебе говорит, ты недостоин, ты лузер, ты понял, ты будешь гореть в аду, не приходи к Богу, не молись, нечего тебе в церковь ходить, посмотри на свои дела. Вот это человека убивает, угнетает, загоняет в угол. Но когда человек знает, что есть благодать, то несмотря на то, что он падает, ему хочется вставать, хочется делать, хочется понимать, что Бог на его стороне. Он не просто получает наказание, он еще получает ободрение. Это вы знаете, друзья, все равно, что отец решил в своем доме правило. Кто скажет плохое слово, тому нужно отжиматься 20 раз от пола. И дети иногда, ну там раз, вырвалось слово плохое, в школу ходят, а там же говорят плохие слова, я это испытал на своих детях. И потом раз, он говорит слово плохое, а папа говорит, слышишь, сынок, мы с тобой договаривались, да? Теперь вот ты сказал плохое слово, давай 20 раз от пола отжимайся. И сынок отжимается. И так, сколько раз говорит, сколько и отжимается. А потом папа говорит, а теперь правила меняются. Каждый раз, когда ты будешь говорить плохое слово, я буду за тебя отжиматься. Сын так не понял. Ну, неплохо с одной стороны. С одной стороны, ну, папа у меня самый лучший. И так раз, вырвалось опять. И папа идет, сынок, сынок, иди сюда. Ты сказал плохо. Ты понимаешь, что это плохо? Ты понимаешь? Да, понимаю. А теперь просто сядь. На тебе чай. Просто сядь. И папа встает, закатывает рукава, и... А папе уже, может быть, под 60, уже, вы знаете, и два раза отжаться трудно. И папа так потеет. Потом встал. Сынок, все, можешь идти. Потом сынок, снова раз, слово вырвалось, а папа говорит, окей, сынок, иди сюда. Садись. Помнишь, мы договаривались? Я буду за тебя. Вот это так, это такое маленький, такое, если так возможно даже сравнить, вот действия благодати. За тебя, за тебя кто-то несет наказание, за тебя кто-то платит цену, и этот же папа еще и за тебя платит в ресторане, за тебя еще и платит и в других местах. Этот же папа за тебя заботится, и когда ты подрастаешь и понимаешь, то ты думаешь, вау, какой у меня отец. Вот это осознание, оно тебя просто накрывает. Ты думаешь, неужели, Бог? Неужели? Да ты уже, тебя уже затуркали и люди, и дьявол. Ты просто встаешь. Ты понимаешь, что есть благодать, которая тебя может поднять, укрепить и дать силы идти дальше. Помните, мы в новом переводе читали с вами, что благодать, это, то есть укрепляйся благодатью, это значит уединение со Христом. Это общение с Богом, это отношение с Богом, это укрепляет и утешает нас, друзья. Когда Бог сказал в девятом стихе, мы читали в самом первое место, довольна для тебя благодатью Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. Сила Божья проявляется в очень слабых людях, которые признают Божий авторитет, признают Божью суверенность, признают и доверяют полностью Богу, но при этом они очень слабы. Сила Моя проявляется в немощи. А теперь внимание, все, кто смотрит онлайн, кто находится здесь, внимание, чем больше человек осознает, насколько он ничто без Бога, чем больше Божья сила и укрепления будут явлены в его жизни. Я повторю, чем больше человек осознает, насколько он ничто без Бога, и чем раньше он это поймет, чем быстрее и больше Божья сила и его укрепления будут явлены в твоей жизни, в твоей боли и в твоей скорби и несколько практических применений, как укрепляться благодатью на практике. Как укрепляться? Первый практический шаг. Признай, что ты духовно слабый. Как вам кажется? Особенно во время скорби и боли. Да, друзья, я знаю, что нам кажется, что мы все слабы, только одни это признают, а другие, в общем, ну, конечно, никто же несовершенный. Не зря написано в Филиппийцам 4.13 «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я могу в укрепляющем Иисусе Христе. Это значит, я могу победить любой грех, любую привычку, я могу все перенести, перетерпеть в укрепляющем меня Иисусе Христе. Сам ты не сможешь. Тебе слово одно текстонули неправильное, и ты уже расклеился. Только слово текстонули. Чего ты так разбился? Вот какая наша сила. Заметьте, друзья, апостол Павел очень часто пишет о своих слабостях важная деталь, очень важная деталь. Как никто, человек, который был настолько употребляем Богом, настолько сильный, герой библейский, апостол Павел это, кажется, написал третью часть Нового Завета, как часто он рассказывает о своих слабостях. Вы никогда не задумывались, почему? Почему вот именно в нем работала, действовала, жила, он чувствовал благодать Божию в своей силе, в своей слабости, в своем горе, в своем, возможно, недостатке здоровья. Интересно, что обычно слабости никто не рассказывает. Согласны? У кого есть Facebook, Instagram, Telegram, ну и все прочее, опустите руку. Единогласно. Представьте революцию в соцсетях, что завтра на соцсетях будут писать все свои слабости. Не хватает воображения? Представьте, завтра на соцсетях будут писать только свои слабости и недостатки. Представляете революцию интернета? Не хватает веры. Апостол Павел написано, если чем можно мне хвалиться, то буду хвалиться слабостями. Это такое глубочайшее признание, что я без Бога ничто. Я думаю, друзья, мы, наверное, далеки от этого. Хоть мы и говорим, да, Бог, мы в Бога верим, да, без Бога мы ничего, но, но, но. Если там копнуть, ой-ой-ой, сколько мы без Бога решаем, сколько мы без Бога можем. У нас есть знакомые, у нас есть контакты, у нас есть телефон, у нас есть опыт, у нас есть много чего, у нас есть деньги, у нас есть здоровье, у нас много чего есть. Но если бы так по-настоящему жить, осознавать, что я без Бога ничего, ничего, Все, каждый шаг, каждый вздох, твое дыхание, все, 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 все от Бога. Тогда, друзья, будет больше действия благодати в твоей жизни. Именно вот такое положение, признание своей слабости, это делает тебя кандидатом, чтобы Божья сила высвободилась внутри тебя. Это тебя делает кандидатом на действие Божьей силы внутри тебя. Мы должны сначала опустошить себя, прежде чем Бог сможет наполнить нас. Мы должны сначала отвергнуть себя, прежде чем Божья сила сможет действовать в нас. И второе практическое применение, как упрепляться благодатью, первое, это признание своей слабости. Второе, это полное доверие Богу, полное, полное, во всем, во всей полноте смысле, на уровне мыслей, действий, планов, запасов, денег, на всех уровнях. Полное доверие Богу. Это признать, кто я и кто Христос для меня. И есть два канала, друзья, через которые благодать приходит в нашу жизнь. Два канала. Это Слово Божье и молитва. Кажется, очень банальные вещи. Но когда на них смотреть в совокупности и понимать, что мы можем через это достичь, и укрепляться и получать силу в благодати, это нам сильно в жизни поможет. Допустим, друзья, что вы так и не поняли, что такое благодать и с чем ее едят. Допустим. Но укрепиться не мешало бы, правда? С болью жить тяжело. Писание говорит, укрепляйся благодатью. У меня для вас есть хорошая новость. Седьмой стих этой же главы, которую мы читали. Первый стих говорит, укрепляйся в благодати. И вот мы с вами 40 минут пытались разобраться, как это. А седьмой стих говорит, разумей, что я говорю. Новый перевод. Подумай о том, что я говорю. И Господь поможет тебе понять все это. Это еще раз, благодать на благодать. Не просто тебе вот это вот, на тебе. Тебе это поможет. А ты идешь и думаешь, как оно мне поможет? Как его применять? Ну, куда его лепить? Ну, что мне делать? Ну, вот мне больно. Ну, как укрепляться благодатью? Так вот здесь написано. Когда ты в своем сердце решишь, что с этого дня мой поиск, моя жизнь, все будет целенаправлено на то, чтобы укрепляться благодатью. Потому что там дальше идет целый список повелений, что нужно делать христианину. И при этом проходить скорби, но без укрепления в благодати. Ты просто не сможешь. Если ты скажешь, Господь, я хочу это. Я не понимаю это, но это то, что мне надо. Уже другие методы я пробовал. А вот это я хочу. Не до конца понимаю, как оно работает. Но помоги мне. Твое слово говорит, что ты мне поможешь понять это. Друзья, нам важно не просто укрепляться в благодатью или знать, что такое благодать. Во второй части мы с вами поговорим. Написано хорошо благодатью укреплять сердца. О, как это? Во второй части. Дальше мы с вами поговорим. Написано, друзья, не просто благодать нужно иметь. Написано возрастайте в благодати и познании Бога. О, а как это? Тоже во второй части. А сейчас давайте остановимся на том, что нам нужно укрепляться в благодати. И для этого нам нужно признать свою слабость. Осознать, кто я. И что Бог может сделать для меня. И что Он уже сделал для меня. И эта благодать поможет тебе проходить боль, трудности, испытания. И не просто жить несчастным, задыхаясь от саможалости, но еще и другим нести надежду, свет, добро. И вселять в них веру и утешение. Поэтому перед нашей молитвой я хочу обратиться к каждому, кому больно, кто живет с болью. У меня для вас есть хорошая новость. Укрепляйтесь благодатью в Иисусе Христе. Аминь.